Ребят, всем привет, с вами, как всегда, Джамбл Макс, и сегодня мы поговорим о ситуации, когда сталкиваются Билли Боя с Суни Боем и происходит мега срач. Если вы будете согласны с моей точкой зрения, то прожмите лайкусик, подпишитесь на канал, а если нет, то предоставьте иную точку зрения в комментариях. Наверное, каждый из нас видел людей, которые с пеной у рта в комментариях доказывают кому-то, что его консоль не говно. Такие люди чаще всего относятся либо к Билли Боям, либо Суни Боям, ну то есть фанаты Xbox, фанаты PlayStation, может быть, конечно, там будет и сторона пекарей, которые выдвигают мега супер преимущества своего железа, и в итоге происходит мега срач. Честно, забавно за этим за всем наблюдать, поскольку с той или иной стороны сыпется иногда такая дичь, что прям мама не горюй. О чем речь, если у меня даже на канале есть целая об этом рубрика, ну только, конечно, про Суни Боев, но тут сорян. Честно, я никогда не понимал смысла в консоли срачах, а именно обсирая противоположные стороны, восхваляя свою. Именно обсирая, а не просто аргументированно высказывать свое мнение о том или ином продукте, и это важно, прям акцентируя на этом внимание. Просто, знаете, срач всегда происходит, наверное, со слов «что-то там говно», либо последует потом ответ типа «почему говно?» или «ты там сам говно?» и «понеслось». И тут, на самом деле, я не понимаю, зачем люди пытаются перед кем-то оправдаться и защитить свой выбор. Зачем? Если парень выбрал плойку, да господи, пусть сидит и играет. Если он выбрал Xbox, что в этом такого? То есть, ну да, окей, на Xbox нет того, что есть на PlayStation, но это не означает, что консоль полное говно. Я раньше хотел работать в игровой индустрии, ну хотя бы консультантом, чтобы, так скажем, просто советовать людям купить ту или иную консоль. Но когда я, так скажем, устраивался на работу, куда меня не взяли, я, скорее всего, понял, почему это произошло. Дело в том, что я, наверное, не смог бы продать то, что нужно, поскольку просто разбираться в консолях и их продавать, это совершенно две разные вещи. Я же, когда у меня спрашивают, какую консоль лучше купить, чаще всего полагаюсь на потребности человека, то есть, что он хочет, и из этого, так скажем, я ему даю совет. Но продавец, которому нужно продать вам консоль, скорее всего, склонит вас к выбору определенной консоли именно с выгодой для себя. Поскольку либо у него такая задача сверху, эй, эй, иди сюда, короче, тебе надо продать 15 плойек, и меня, в принципе, не колышет, как ты это сделаешь. Удачи. Либо он получит просто большую копеечку от продажи той или иной консоли. Я же в этом плане стараюсь всегда быть объективным, поскольку мой совет в данном случае не зависит от чего-то, и после него не последует чего-либо. По сути, плойка Xbox это две аналогичные консоли со своими минусами и плюсами, и как-то сраться и выяснять, что из них лучше, ну, как по мне, бред. Просто, знаете, это, наверное, то же самое, как многие бы срались, там, лучше Adidas или Nike, там, BMW или Mercedes. Я прекрасно понимаю, что можно подправить человека, можно просто изложить иную точку зрения, но делать это агрессивно, оскорбляя друг друга, мне кажется, могут только конченые фанатики. Ну, тут, сорян, просто я другого определения не подберу. И тут, на самом деле, очень важно отличать фанатиков от людей, которым просто очень сильно нравится та или иная консоль. Так скажем, лояльных потребителей. И тут, на самом деле, я призываю всех тех, кто выбрал Xbox, не превращайтесь вот в этих вот фанатиков. Поскольку, делая так, как делали, так скажем, фанаты Sony в 2013 году, по сути, не красит ситуацию. Просто сейчас я наблюдаю такую ситуацию, когда Билли Бой срут плойку, поскольку немножко поменялась ситуация, если сравнивать ее с тем временем, и сейчас модно больше обсирать плойку, нежели обсирать Xbox. Если вдруг кто-то из вас думает, что вот, пришло время мести, надо, так скажем, засрать плойку, то, в принципе, к сожалению, вы, скорее всего, фанатики. Меня многие называют Билли Боем, но это далеко не так. Да, мне нравится больше Xbox, чем плойка, я делаю про него контент, но я не вижу ничего плохого, если кто-то считает в плойке плюсов больше, чем в Xbox. Мне лишь, наверное, в этой ситуации не нравится тогда, когда кто-то кого-то дезинформирует по той или иной ситуации, типа, «Не покупай Xbox, потому что там диски одноразы», ну, вот это вообще бред. И лично мне никогда не было в лому посоветовать плойку человеку, если она ему просто больше подходит, нежели Xbox. Просто если человек хочет поиграть в Good of War, ну, тут однозначно нужно брать плойку, нежели Xbox. Кстати, когда меня называли Билли Боем, я такую себе футболку сделал, ну, дабы поржать, и, возможно, это наш будущий мерч. Многие после этого видоса могут сказать «Ну ты джамбо и лицемер». Да-да, не серёж ты плойку, а вот недавний видос, в котором ты засрал рекламу, это что тогда? Насчёт этой темы я могу сказать лишь так, что люди, смотря видос, в большинстве своём не понимают его смысла. И простой аргументированный видос, с другой точки зрения, многие фанатики воспринимают как обиду или агрессию. По факту, даже если объяснить тот видос, то главный смысл был в том, что там была просто голимая реклама. То есть, против консоли я ничего не имею, но сам факт вот этой рекламы, так скажем, меня немножко заинтересовал. И когда я делаю тот или иной видос, по сути, нет какого-то адского там оскорбления в ту или иную сторону, как бы, ну, я считаю, что всё в пределах нормы. На самом деле, непонимание смысла видоса — это распространённая тема. Это, знаете, как на канале Увиджил, кстати, подписывайтесь на его канал, он снял видос, в котором сказал о минусах плойки, по его мнению, и в итоге его там обосрали, сказали, что он там беребой и так далее. Просто, как по мне, люди иногда не могут слушать и понимать смысл видоса, и как-то воспринимают это как агрессию или оскорбление. У меня изначально была позиция, что каждая консоль на вкус и цвет, кому что нравится, тот и выбирает, но мне больше нравится Xbox, так скажем, я не против плойки. Как говорится, всё на вкус и цвет. Реальные фанатики чаще всего находятся в тематических группах, и там они уже обсирают обладателей той или иной платформы. Типа ГГГ, он купил себе консоль без эксклюзивов, вот дураки и тому подобное. Когда я не был знаком с интернетом, у меня не было соцсетей, никогда не думал, что люди могут сраться из-за консолей. На то время у меня был Xbox 360, у моих друзей была плойка вторая, кто-то играл на ПК, но мы никогда не видели смысла сраться в консолях. Мы как-то, наоборот, ходили друг к другу в гости, показывали, что себе приобрели, играли вместе игры, всё это обсуждали, и, не поверите, никогда не срались именно из-за платформы. Наоборот, было даже чем-то прикольно, что вот разные платформы, много друзей, ты можешь сходить к этому, поиграть к этому, и брали геймпад, играли в игры, обсуждали, как бы да, мы могли там засрать игру, типа мне понравилось, мне не понравилось, но чтобы сраться именно из-за платформы, никогда не было, вообще. И это не потому, что мы были там друзьями, это даже было среди знакомых, а все просто спрашивали, а чем вот она хороша, и как бы никогда, никогда не было срачей, никогда. Кстати, смотря на всю эту ситуацию, мне очень нравится позиция игроков Nintendo. Как по мне, это вроде та же самая аудитория геймеров, но, на мой взгляд, она спокойнее, добрее, и всегда как-то находится в стороне. Может быть, конечно, я мало замечаю, но я никогда не видел, чтобы игрок от Nintendo, как будто что-то доказывал, там, переубеждался, спорил, там, агрессивно себя вёл, никогда такого не видел. Они чаще всего играют в то, что им нравится, их не волнует, что кто затирает, на мой взгляд, это очень классная позиция. В этой теме я хотел бы ещё рассказать, наверное, историю о том, как меня немножко хейтили за то, что я кидал по каким-то там критериям респект Sony и её не хейтил. Была такая тема, типа, давай, разнеси Sony, покажи, что она дерьмо. Во-первых, она не дерьмо, во-вторых, вообще смысл это делать. Зачем? Да, я понимаю, что я больше зелёный, мне нравится больше Xbox, но как-то засирать плойку за то, что, в принципе, не объективно, я не вижу смысла. Для меня в любой вещи есть минусы и плюсы, и если плюс является плюсом, а минус является минусом, значит, оно так и есть. И это, наверное, одно из моих самых главных отличий, что я могу не восхвалять то, что, в принципе, должен. Это, знаете, как многие хвалят стартовую линейку Xbox, а по факту она слабая. Да, так как я большинстве зелёный, я мог бы сказать, пацаны, это крутяк, столько игр, но, на самом деле, это проблема, когда на твоей консоли на старте нет ни одного эксклюзива, и большинство игр, которые будут доступны на старте, это обратная совместимость и мультиплатформа, которая по качеству не вау. Да, я понимаю, что это дело времени, не такая это проблема, но делать из минуса плюс, ну, как-то не очень. Просто, если честно, я тоже недоволен стартовой линейкой Xbox, ну, потому что она действительно слабая. Так скажем, если вспоминать времена Xbox One, там, наверное, было больше next-gen игр, в которые хотелось поиграть. Если вы вдруг думаете, что кому-то нужно что-то доказать, то посмотрите на отношения руководителей Xbox и PlayStation. Да, у них конкуренция, но они уважительно друг к другу относятся, респектуют, поздравляют, а самое главное, они просто двигают одно дело. И если вы думаете, что тот или иной руководитель кинул бы вам респект, когда вы там обсираете чей-то выбор, то вряд ли. Это, мне кажется, делают лишь те, кому нефиг заняться. Вообще, этим видео я хотел бы вас призвать, что нет смысла в консоли с врачах вообще. В смысле есть, наверное, только в себе фанатиков, которые несут полную хрень. Поэтому выбирайте то, что нравится вам, получайте от этого удовольствие, играйтесь, общайтесь и просто живите в мире. На этом, в принципе, все. Вот такой вот видосик. Если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте на колокольчик. Обязательно напишите свое мнение о консоли с врачах и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. До новых встреч.